Боже, милостивый нам грешен, сказать, что Господь поделил нас, и считался грешен, Господи, и поделил нас грешен, благослови. Царю Небесный, утешителю души истины, и живи в детстве, и вся исполняя сокровища благих, и в жизни подателю, и в детстве, и сябны, и отчистены, и всякие скверны, и спаси благослови души наши. Господь и Бог наш, просит Твое благословение имени Господа нашего Иисуса Христа, провести занятия этим послово Твое Святом. Даруй, Господи, чтобы все это не просто нами запоминалось, но утверждалось делами, чтобы мы не были слушателями рассеянными, а настоящими исполнителями, настоящими христианами, чадами Твоими, членами Церкви Твоей Христовой. Слава Тебе за все, Отец и Бесвятой Дух. Аминь. Так, где же начали пискнул отец? Вот она тут. Оно ее два, так. И вам. Что-то так нест. Завон не положится, если у тебя ушло. Ноги вытяните просто. Так, Евангелие от Матфея, 4 глава. Если мы свет тут включим, ничего же страшного, да? Конечно. Надо включить свет. Последняя, 4 глава. С 18 по 19 стих. Когда вы читали? Ничего, ничего тут. Ничего не будет. Проходя же, близ моря Галилейского, он увидел двух братьев. Симонова, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море. Ибо они были рыболовы. И говорит им, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков. 20 стих. И они тот час, оставив сети, последовали за ним. Теперь толкование общее. Прочитаем. Уложеного Феофилакта. Симон, Петр и Андрей были ученики Иоанна. И еще при жизни Иоанна видели Христа и слышали о нем от Иоанна. Вот Агнец Божий. Но когда увидели, что Иоанна связали, они опять возвратились к рыбачьей жизни, или рыбарской. Там Иисус, идя около моря, уловил их. Они и прежде при жизни Иоанна слушали Христа. Но оставили его. А теперь, увидев его, тот час опять последовали за ним. Вот вопрос здесь возникает. Так они сразу последовали, или все-таки как-то не сразу? Потому что это очень важно. Когда начинают там говорить священники, особенно на проповеди, сразу. Вот Христос только сказал, они сразу же за ним стремглад. И там начинают развивать эту тему необыкновенную. Как со всей скоростью все кидываются за Христом. Только почему-то никто не исполняет, что говорит Христос. И волю его никто не знает. Ну то же самое было и у Господа Саваофа. Вроде бы все кинулись, кинулись, а потом смотришь, никого нету. Теперь 603 тысячи нужно убивать, кроме двух человек. Помните это? Да. 603 тысячи было, которые за 20 лет могли носить оружие. И Господь сказал, всех вас в песках похороню. 40 лет будете испытывая вы мною. И два человека, кто они, помните? Иисус Налей. Иисус Налей. Ирули. Как его звать-то? Ну звали как-то, да. Или она что ли? Нет. Халев. Халев, Халев. Я все время этого Халева забиваю. Да. А он, между прочим, погиб на городе, зайди и все. Моисей, нет, Моисей не погиб, он просто умер. От старости все-таки 120 лет пожил, хватило. То есть не вошел в битву на землю, он зашел на городе, зайди и умерли. Это так, умер Моисей. А вот Иисус Налин и Халев, они прожили. Халев. Да, и увидели, что Господь их приготовил. А приготовил он интересное очень. Он захват обетован на земле. И то не до конца. Но это там, все это потом. Главное, мы просто здесь видим, как это все происходит. Когда Господь призывает. Господь призывает в истине написано. Не только тот, кто произнесет имя Христова, тот и спасется. Шалишь, брат. Ну сколько людей произносило имя Христа? Всякий, кто призовет имя Христова. Господь. 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 Спасется, да. Спасется, написано. Так, а 140-й псалом, 144-й псалом говорит. Кто призовет имя Господа в истине призовет. В истине. Еще истина есть, оказывается. А как в истине ее призвать? Это вообще непонятно было. Это непонятно было до того, как Христос не пришел. И как Богоявление не случилось. То есть, вот как раз о том, о чем мы только что прочитали. Крещение Господня. Вот этот праздник, который был. Он показал все. Что такое есть истина. Путь. Он совершенно у Господа необыкновенный. У человека все просто. Вот человек, вот он князь. Властью обделенный. Все. И под ним все слуги. Теперь слуги поменьше, там побольше и так далее. И рабы полностью есть. Все. У Господа совершенно не так. Вдруг Господь обращается. Господь. Тот, кто сотворил нас. Тот, кто дал нам жизнь. Дал нам целеуказание. Как нам с ума не сойти? Вот как раз Олег Стоголов приехал. Сейчас звонил. Вместе работали с человеком. Хороший был бульдозерист. Мальцев Евгений. Одного глаза у него не было. Ему там в драке, короче, выбили. С железякой какой-то. И все. И повесился. А ему уже 60 лет. Ой. Повесился. Ну, старше меня где-то на 10 лет он. Повесился. Ой, какой суровитель. А работящий такой был. Он бульдозера схватывал на лету. Но, видать, 60 лет уже никто нигде не приглашает на работы. Тем более у него этот глаз сел уже, да. У него одного вообще не было бельмо. А тут. Ну, и вот это вся жизнь уже. И что? А так вот, когда разговариваешь. Какой веселый. Активный такой был. Всех мог поднять, закрутить. Вот ни на чем. Что-нибудь анекдот там рассказать или что? Такой был в весельчак. Все. Где весь сгорел. Ничего не осталось из человека. Вот, что для нас делает Господь. Он нам дарует цель нашего существования. Смысл. Люди, конечно, его теряют. Этот смысл. Они находят грехи. Пытаются питаться этими грехами. Но эти грехи им надоедают. Им все надоедает. Помню, зашли в магазин купить там чего-то. Как раз вот этот 90-е, начало 90-х. Вот одни отделы там эти мясные, ну, ломятся. Раньше же такого не было. Чтоб там столько колбас было. Тем более мы приехали с Колымы. Мы в Барнауле здесь, в центральный город. Зашли, смотрим. Ему стоит мужик. Здоровенный, здоровенный. Ну, четыре меня. Не меньше. Еще высокий такой. Вот такая вот у него пузина. И он стоит, его так рассматривает. Подходит такая жена маленькая, худенькая. Ну, что тут все смотришь, смотришь. Бери, мы с вами пошли. Вот. Я не знаю, что еще. Я уже все это пробовал. Таким усталым, усталым голосом бегемот. Рассказывает Богу, как тяжело он его сотворил. Все, ему уже не надо жить. И он опять подходит к нему. Я думаю, до конца достаю. Купит он что-то или нет? Он же ничего не купил. Он не смог. Он не смог себя перебороть. Вот он уже в брезглоте. Она, ну, давай уже. Ну, пошли. Все, пошли. Все, ты меня надоел. Что-то там ему раз-раз. А, ну, ладно, пойдем. Что-то это другое купить. Пельмешков уже теперь просто. Или что-нибудь еще. Уже мясное все это надоело. Все это претит уже. И так вот все грехи, все вот эти похоти, страсти, они все это претит человеку. Остается только одна высочайшая цель. Экклесиаста. Давай говори. А ты его знаешь. Ну, ты и говори. Экклесиаст 12, 13. Выслышаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди его соблюдай. Потому что в этом все для человека. Экклесиаст 12 глава. 13 стих. 13 стих. Да. Бойся Бога и заповеди его соблюдай. Потому что в этом все. И все. И тогда, тогда никогда тебя не потянет. Ни на самоубийство, никуда. Ты всегда будешь себя ничтожным, малым чувствовать. Называется смиренным. Уничиженным. Умиленным. И вот эти только чувства, вот эти слезы покаяния. Они только одни достойны того, чтобы можно было стремиться к ним. А все остальное там. Эти удовольствия какие-то там. Казино это построили. Опять первое на Алтае. Алтай в каких-то непонятных ракурсах у нас существует. То самое чистая водка тут выпускается. То это казино первое построили. Ну что только не придумают у нас. Все для удовольствия каких-то непонятных вот этих. А у меня на работе тоже парнишка застрелился. Вот любил водку чистую, хорошую. И коньяки. Ну и что? Говорил шефу, перестань ты им давать эту водку. Привыкнул к ней, потом не отвяжешься. Точно так и есть. Оказалось, после водки им надо еще что-то там, еще что-то побольше. И все. И нету парня. Это вот только буквально месяц разделяет события эти. Даже меньше месяца назад. Ну вот, ты как-то говоришь. Да, 4 числа января случилось. Там где-то в лесу. А сегодня 29-е, да? В лесу, в тайге. В тайге, да. А он дома, да? Дома. Жена у него там. Причем любовь у них там была. Вот так. И мы теперь смотрим, как Господь. Господь уничижает себя перед людьми. И вдруг Иоанн стоит, обращается, он видит, идет Господь. О чем думает в этот момент Иоанн? Ну, о чем пророк может думать? Когда Господь ему открывает. Как Семену открылся же. Вот и Семен. Ныне отпущаешь раба твоего, Господи. Он только принял его на руки. И Господь открылся ему. И он понял, что вот он, владыка лежит. У него в руках владыка. Он даже на это и не подумал. Он подумал, слава тебе, Господи. Все-таки правда воссияла. Вот как пообрадовался. И то же самое. Мы видим другого пророка, Иоанна. Стоит на берегу, он на реке. Ждет, когда народ будет подходить. И вдруг, о, перед ним Христос. И он сразу открывается ему, Господь. И ему на сердце это ложится. И он говорит, сиад, безбожий. Вы понимаете? То есть, люди на другом уровне вообще беседуют. Вот люди, которые говорят, да что вы эту Библию слушаете? Да какая это книга? Да я сам понапишу их. Это смешно даже. Не то, что думать. Это человек, он полностью безумный. Даже безумный с сатанинским подтекстом. Потому что Господь все это открывает. Но откуда ты знаешь, кто к тебе идет? Это открытие. Сердце открывается на встречу. Тем более, они никогда не виделись. Он его даже не знал в лицо. И он говорит, сиад, безбожий, который берет на себя грех мира. Такого вообще никто не придумал. Какой-то грех мира. Он что, есть что ли? Его никто не знал. Агнец Божий. Да какой агнец Божий? Откуда его это? Откуда его было? Это Исаию надо было вспомнить. Исаия говорил об Агнеце, об Овне, который был веден на закване. И вдруг вот тут созвучие это пророков. Народ, конечно, ничего не понимает. Но некоторые, это ученики, очень внимали Иоанну. И они запоминали. И вот Иоанн стоит, Христос подходит ему, ведет себя как совершенно обыкновенный человек. Никакого нет у него возвышения. Подошел бы сразу, так, ты что, так просто стоишь, а ну-ка давай, воду, воду поглубже зайди. Мне неудобно тебя рукой. Ну, надо же погрузить. Да. Или давай я тебя не буду погружать, дай-ка я тебя покроплю, я же Бог. Вот просто тебе водичкой, водичкой. И все, и хватит, отдал душу. Выходи теперь, ты крещен. Ничего там не видим. Заходит, все делает как надо. И тут Иоанн не выдерживает. Иоанн первый не выдерживает. Христос молчит. Вообще, от Христа никаких слов нету. Пришел Владыка. Иоанн тут перед ним расстилается. Христос молчит. Что такое у нас получается? Вообще непонятно. Ну, не должно так быть. Князь должен идти. И так, так, это уберите его с дороги. И так, делохранители вперед. И все идут там рапузами. Ну-ка пошел отсюда, дорогу ему. Ничего нету. Христос идет, его никто не знает. Только знает пророк. Пророк возвращает людям. Ну, люди не расходятся же, не расступаются. Все, и теперь вот он в этом рубище, которое ему совершенно не нужно было. Это нам нужно было, чтобы нас усмирить. Христос во всем был подобен нам, кроме греха написано. И вот он заходит, и Иоанн говорит, ну, не тебе же нужно креститься от меня, а мне от тебя. И Господь говорит, нет, так должны исполнить всякую правду. Всякую правду, это значит, уже был закон Господа, что Господь покажет примером своим, как должно войти в Царство Небесное. Как должно начаться Царство Божие. Вот точно, а сейчас сравним наше крещение, которое идет на обид. Как приходят, это крестным ходом, наши европейские скопы, священники. Там, где-то, одна женщина решила осфотографировать, ее сразу, казак, как ударил, говорит, раз, сразу в сторону, чтобы не мешалась на пути. Для сравнения просто. Во-первых, сравнение такое, нету никакого крещения. Какое крещение-то нет. Я понимаю, если бы крещение было, то есть сказали бы, там будет крещение. Люди катехизировали уже, там будет массовое крещение. И вот туда заходят, и там стоит священник на льду, там на коленке встал и погружал людей. Этого же ничего нету. Они самостоятельно. Они самостоятельно крещение проходят люди, без попов. Я задаю им вопрос, хожу вот по этой очереди и задаю вопрос. Люди, вы, говорю, пришли в мороз погрузиться. Я не знаю, ты слышал, нет? Я говорю, а попыгрываю в церквах, мочат людей, не погружают. Там же тепло в церкви. И за деньги тем более. Ну могли бы хоть погрузить-то. Я говорю, истинное крещение, вот то, что вы сейчас делаете, это истинное крещение. Но должен быть священник, который вас по вашей вере в Господа Иисуса Христа погрузит троекратно. Его нету. Хожу, вот это вот все говорю им, люди такие поживают плечами. Я говорю, вы не находите, что здесь это неправильно, так не должно быть. Я говорю, сатана заблудил нас. Я говорю, зачем вы стоите без благодатных рук священника, погружаетесь туда? Зачем вы мерзнете? Герои вы веры. Они все стоят на меня смотрят и ни один слов сказать голосом не может. Я делаю вывод отсюда. Или они в церковь ни один не ходят. Или священники вообще об этом действии молчат, и никто вообще ничего не понимает, что там происходит. А такое может быть вполне. Когда мы делали первый театральный наш концерт, Марина решила, что все будет только по Библии. Мы решили удивить всех, потому что нам тетя Алла сказала, да, там Марина, что она там может сделать? Она, ну никто, тут баптисты, надо что-то баптистское брать. А Марина говорит, нет, надо православное наше делать. Я говорю, Марин, ну давай я в тебя верю. И вот она стихи сочиняла, все. И мы брали места писания, эти, места писания, и на них составляли такие короткие она стихи. И мы потом как актеры участвовали, ну, библейским содержанием. Все библейское было. И вот все на ура принято, все. Потом начинаем беседовать с сестрами, а сестры ничего не понимают, старшие наши. Потом оказывается, Ветхого Завета почти никто не читал. Никто не понял, о чем идет речь. Не, ну вы-то читали, но вам через раз, вам же одним глазком концерт нельзя смотреть. Это же плохо. Хотя Наташа смотрела и смеялась очень радостно. Довольная была. Мне это самое, мне очень нравилось. Галина Ивановна Сивина, она подошла, вот так упала мне на грудь. И такая, и плачет прям вот так вот вся слезами, прям рыданием. Я говорю, Галина Ивановна, что такое с вами? Галина Ивановна, что она? Она говорит, Игорек, говорит, я когда, говорит, увидела вот это вот, как вы его там, ну, играет, ну, как вот слова вот это все. До такой степени, говорит, у меня любовь, говорит, к вам напала, говорит, необыкновенная. Я, говорит, так хотела вот прям соскочить и прям вот с криком, и вот вас всех обнимать и целовать, говорит. Вот такая эйфория напала. И вот она все это сдерживала, себя сдерживала, а тут уже после всех этих сцен все. Ну, короче, всем понравилось, но оказалось, что никто ничего не понял. Я говорю, это все из Библии, да, все из Библии, ну, конечно, невероятно. А мы туда же еще и Шекспира приклеили. Ну, там, хорошее, конечно, у Шекспира много интересного. Ну, было вообще здорово, я не знаю, почему вы прекратили эти сценки. Потому что не было развития, Игнат Тихонович оставил все это. Если бы он хотя бы одним перстом шевельнул и сказал, что, ну, неплохо, он ничего не сказал. Он, наоборот, всем своим видом показывал, что я этого боюсь, как бы это ни привело к более беспорядочному чему-то. Но, однако, брат, ему вопрос задавали этот в интернете. Он ответил, что, да, запрещено вроде как актерство, да, там Златовуста об этом говорит. Но там речь-то шла, говорит, о другом. Тогда еще не ставили эти христианские постановки и так далее. У нас-то сейчас фильмы снимаются. Ну, там философские были, да? Да, да, то есть, это о другом совершенно. А как и фильм, говорит, Иисус, что, говорит, все по Библии, говорит, и Иеремия, там, и так далее. Некоторые на этого актера смотрели и, говорит, верили, что Христос, говорит, не видели Христа. То есть, выбирали актера среди пяти тысяч других актеров в разных регионах. И выбрали австралийца вот этого. И после этого, главное, интересно, выбрали, он верующий такой. Его потом приглашали сниматься, сразу он стал очень известным. Его приглашали сниматься, и он сказал, нет, говорит, я на этом свою актерскую деятельность прекращаю. Правильно и сделаю. А потом это вскоре умер, да? Он умер еще? Умер, да. А вот как Господь сделал интерес. Я слышала, что больше его на нигде не снимался. Да, интересно. Ну, Господь. Который в отлуки играл. Да, в отлуки. Ну, действительно, там смотришь его, да. Самый лучший фильм. И он тоже на меня повлиял, помню. Мы вместе с женой впервые смотрели. Вот его в 90-м году. На Колыму он дошел тогда. И поэтому мы увидим сейчас уничижение Господа. И Господь говорит, мысли мои не мысли ваши. Дела мои не ваши дела. Как мысли мои выше мысли ваших, так пути мои выше пути ваших. То есть, непонятно. И ни сатана не смог ничего узнать, даже ангелы. Ангелы не могли понять. И только мы уже читаем 1 Тимофею, 3 глава, 16 стих. И там написано, и беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, показал себя ангелом. То есть, ангелы до этого не видели его во плоти. Хотя мы много читаем о битве ангел всех сил с силами сатаны. То есть, кровью армица были побеждены, но самого Христа не видели. То же самое Иов рассказывает о том, что увидел. Но тоже Христа никто не видел. Хотя иконы рисуют. Ну и так интересно рисуют, что как бы с неба рука вот так протягивается для помощи ему. А Христа нету еще. Но помощь есть. Да. Ну вот, вернемся к твоему вопросу. Да. Задал. Задал. И так на него и не ответил. Ну я как бы хочу, чтобы кто-то еще сказал. Ну напомним, что Христос призвал Симона и Андрея, да? Да, да. Петра и Иоанна. И вопрос был, тотчас они пошли, не тотчас они пошли. Петра и Андрея идут написано. С июля минуту и упомянули священники, которые говорят, вот они тотчас пошли, поэтому нам не нужно раздумывать. И какую-то нагоняют и эйфорию. Да, 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 это так. Но здесь слово тотчас написано. Тотчас, тотчас, ну вот так. И дальше, дальше ниже читаем. Тоже тотчас, да. Когда второй раз он уже призывает. Тоже тотчас. А вот в другом месте, когда кто-то... Да нету тотчас. Услово. А, нет, тотчас. А толкователь, как говорит дальше, что? Толкователь. Толкование нужно еще читать. Лучше, у тебя рядом толкования нету. А оно что говорит? Ну-ка сам прочитай. Они прежде, при жизни Иоанна, слушали Христа. Но оставили его. Кого оставили? Христа. А теперь, увидев его, тотчас опять последовали за ним. Вот надо было что сказать. Так они же его уже видели. Да. Только оставили. Но оставили Христа. Оставили, потому что они были учениками Иоанна. Вот надо что говорить. Благочестие это было в них. То есть, здесь слово тотчас означает, что они тотчас сразу после того, как Он их пригласил. А до этого Он их, может быть, и не приглашал. А о чем речь-то идет? Вот. А в другом месте мы читаем, когда Христос пригласил одного, Он говорит, позволь я прежде похороню отца на Его. То есть, у него начались уже отговорки такие. Похоронить отца, это значит просто отойти от Христа и жить, докармливая отца, мать. Похоронить, это значит докормить. То есть, у меня там больной отец, мне нужно за ним ухаживать. Что я сейчас пойду за тобой? Ну ты, что ж ты, не человек, что ли? Не видишь, что у меня такое? А Христос потом на это отвечает, кто возлюбит отца или мать, жену или детей, то есть, настолько близких по плоти людей, более, нежели мне, недостойные. Да как так-то? Я и тех люблю, и тебя люблю. Но я говорю, если ты более меня, а как узнать более меня? А то, что ты Христа отодвигаешь, а еще за ними... Ну а как, а если я за тобой пойду, и мне тогда придется их отодвинуть? А зачем тебе их отодвигать? Пусть все идут за мной, всей семьей, как говорится, как вот. И дом Стефана, весь дом обратился, весь дом. А Стефан бы мог бы сказать, да смотри, у меня сколько ребятишек, да что ты ко мне, дай я это. Нет, и все домашнего, видя веру его, все пошли за ним. Значит, там отец, видно, был против, а что ты туда ходишь, что ты слушаешь-то? Ты, я старый, куда ты сейчас бросишь меня, пойдешь? Да разве это по-божески-то? Ну и начнут-то. Вот я хочу через слово Божие толкование. Давай. Так случилось, что... Это нечестно, но в общем мы только все где-то прочитали. Вот случайно. Лука 9, глава 57, 12 стихи. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему, Господи, кстати, это очень сильно относится к этому месту, которое мы сейчас читаем от Ивана. Я пойду с тобой, куда бы ты ни пошел. О, какие даже были. Не то, что призвал. Иисус сказал ему, Иисус что сказал ему? Лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. Вот это ответ. Никуда не пригласил его. А другому сказал, следуй за Мною. Тот сказал, Господи, позволи мне прежде пойти и похоронить Отца Моего. Но Иисус сказал ему, предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие. Еще другой сказал, я пойду с тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними Моими. Но Иисус сказал ему, никто, положивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божьего. У Господа все очень серьезно. Все серьезно и до конца. Нельзя просто так сказать, да я там, ну, вот это особенно, ну, может быть. То есть фанатизм до конца. Невозможно сия. А почему? Да сам Господь такой же. Поэтому люди перед ним были, как кролики перед ударом. Перед Господом. Они так говорили, удивлялись и говорили. Он говорит, как власть имеющий. Это нам просто не понять, нам нужно воображение. Или же вот фильмы смотреть, фильмы, как там это показано. Там режиссер это показывает. Людям донос сильнейшее воображение. И когда Христос говорит, все вот так прям показывают, как слушают. Там, наверное, он сам ходит режиссер и говорит, что ты тут сидишь, деваешь? С тобой Бог говорит, что ты не понимаешь, что ли? Ты вообще ничего это не слышал раньше. Ты должен вот так вот делать. Ну-ка давай тут. Ну, переиграл, переиграл. Ты за всеми, дьод какой-то. Ну, давай полегче. И вот все сидят и вот смотришь, как он их заставляет так играть, что они удивление показывают. Прям и такой там надмен, и только что был. И тут же Христос начинает говорить, он прислушивается, непонятно. Это кто такой? Это как? Что за слова такие? Вообще никогда не слышал. Вот как говорил Христос. А нам сейчас, сходишь с людьми, говоришь, людям все равно, у них равнодушие. Равнодушие, это значит теплый человек. Не холоден и не горячий. Люди бросаются в ледяную эту купель, а горячности никакой. И холодности тоже, как у лягушек, им же тоже все равно, если они в холодную бросятся. Тоже никакой. Там, брат, мне кажется, мотивация, здоровье. Ну, это вот и есть теплота. Оно не туда и не сюда. Обольщение, обман, что вот это его святой водой и вот заряд бодрости как бы на весь год. Вот такое вот, мне кажется, у них. Да, там никакой веры нет. Да, там просто вера, жить, грешить и не болеть. Вот их лозунг всех пришедших туда. Итак, смотрите, кого мы видим. Первое мы видим, Господь сам призывает учеников. Причем не просто призывает, мы даже можем, видите, градацию провести. Не просто призывает, а прежде они слушали Иоанна, были учениками Иоанна. То есть они были постники, они постились, написанные молились. Почему, говорит, твои, говорит, ученики, Иоанновы, говорит, фарисейские постятся, молятся, а твои как-то, ну, так, фривольненько себя ведут и едят там в пост, что-то, вот мы смотрим, там, растирают. И Господь начинает говорить дальше там о чем. Потом дальше мы смотрим, какие еще есть. Те, которые сами просятся у Господа, и Господь их не берет с собой. И тут написано, почему? Потому что эти люди думали, что, едя за Христом, они могут разбогатеть и накопить себе имение. Они думали, что Христос имеет что-то от этой массы людей. По рублику там, говорит, по рублику собрал, глядишь, тебе и хватило на небо скребик. Ничего подобного этого мы тут не видим. Следующий тип людей какой? Господь говорит, сын человек, так, Господь, тот, а другому сказал, следуй за мной. А тот говорит, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего. Были ли такие сирновязы Ведеевы и ученики апостола? Нет, не были. То есть, но, это повествование продолжается, это мы читаем Лука 9 глава 57-62 стихи отрывок. То есть, были и такие тоже люди, которым Христос предлагал, а они говорили, Господи, ну дай мы там сейчас немножко свои дела наладим, и все пойдет у нас как следует. А потом уж, и Господь говорил, предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Кто такие мертвые? Те, кто не уверовали. И написано, глядите, какие страшные слова. Мы когда прочитали, между собой поделились потом и сказали, если бы священники говорили истинные проповеди, у них бы никого в церкви не было. А глядите, как бы это звучало, если бы они говорили истину. Сим намекает, что отец его был неверующий, и потому недостойный пропитываться в старости от сына своего. Вы понимаете, что это значит? Как у Чукчика. Все, старый стал задавить его. Он лишний здесь уже. Который, как сын, который уверовал. Предоставь, говорит, родственникам мертвым, то есть неверующим, питать в старости и до гроба неверующего отца твоего. Ибо похоронить здесь означает иметь попечение до самого гроба. Поскольку в обыкновенной беседе мы говорим, такой-то сын похоронил своего отца. А через это, разумеем, не то, что он похоронил его только и не сделал ему никакого другого добра, но то, что имел попечение о нем до самой смерти и погребения. Итак, пусть эти мертвые, то есть неверующие, похоронят своего мертвеца, то есть твоего отца. А поскольку ты уверовал, то как мой ученик, проповедуй Евангелие Божие. Брат, я могу себе пример приводить, я уже не раз приводил, но еще раз приведу, это уже как раз к нашему контексту библейскому. Я сам на Урале жил, и вот я же жил с дядей, а он мне до 18 лет был опекуном, ну и даже после армии я уже с ним дальше жил, потому что уже привык к нему. И вот точно так же, когда Господь призвал меня, я обратился, два года я там проповедовал своих родных, близких, а потом Господь мне призвал сюда, на Алтай приехать. И все, я уже не посмотрел, что он мой дядя, что он уже почти как отец мне, тетя там у меня родная, как мать, она меня считала тоже, что я к матери отношусь. Я их оставил, потому что они, особенно у дяди оставил, он через некоторое время умер, то есть мне сообщили, говорит, он умер, все, отошел в вечность. Вот, и я так решил, что оставь мертвецам, свое мертвецам вот это, чтобы они погребали. Я даже не поехал на похороны, потому что я вижу, что я им все засвидетельствовал, на них ко Христу не тянуться. Все, только молюсь сейчас за них, все. Но чтобы до конца нам все это уяснить все-таки, как же так, сейчас все думают только об одном. Ничего себе жесткость какая у Господа, да? Родителя даже своего не пропитывать, потому что это господь. А вот как дальше говорит толкователь. Господь, сказав это, не запрещает им питать родителей. Не запрещает питать родителей. Но поучает им богопочтение предпочитать неверующим родителям, и не иметь никакого препятствия к добродетелю, но презирать и самую природу. Так человеку, который просил позволения следовать за ним, но прежде отдать должное домашним своим, он не позволил всего, то есть сходить в дом свой и отдать должное им. Скажу проще, проститься. Ибо такой человек обнаруживает в себе привязанность к миру и отсутствие апостольского ревнерасположения. Ибо апостолы, как услышали призвание от Господа в тот час, последовали за ним. Вот что называется, тот час. Когда Господь их призвал, то, что ты сказал, он тогда их не призывал еще. А теперь призвал. Вот теперь они пошли. Но до того, как он их призвал, они знали Христа и уже следовали за его предтечей Иоанном Крестителем. Вот оно, как все было глубоко. Сердца были подготовлены. Да. Ну тут дальше. Все просто к одному получилось. Их сердца были уже подготовлены, да. Надо подготовить сердце к принятию. Иначе получится неверный ход. Почему у нас сейчас и нету правильного входа в церковь. Священники ищут любого. Они так, путь к храму, путь к храму, путь к храму. Лишь бы только человек в храм ходил. И вот они все для этого делают. Помните, как я рассказывал? Как я стоял в притворе, а там была надпись, чтобы женщины в штанах не ходили. И я показывал на эту надпись, и все, нельзя уходить. И они стояли вот здесь, ждали подружек, те, которые в платьях заходили. А те, которые в штанах были, они не заходили. Вот такое вот было. И в конечном итоге все-таки вышли и меня вычислили и выгнали. То есть вот священникам эта строгость, которую Господь имеет, она им только мешает, да. Им нужно как можно больше, чтобы в этот храм набилось. И потом они убрали эту табличку. Сейчас нигде этих табличек нету. Что в штанах. Почему? Ну все потому, что в штанах ломятся и все. Поэтому это если там стоять, то половину отсечешь. Они как думают? Ага, сейчас половину отсекли мы. Половина пришла в юбках. Ну половина-то в штанах. И теперь эти, которые в юбках, они в следующий раз опять в штанах пойдут. И будет половина. И опять мы их отсечем, и останется вообще уже четверть. А потом и этот четверть тоже захочет прийти в штанах. Ну потому что мы же как бы войну объявили, а женщины они такие, они же твердолобые. И все, и тогда у нас никого не останется. У них такие мысли, рассуждения. Совершенно не божественные. Нужно наоборот говорить, Господи, а сколько останется? Ну и там тебе как пророку Господь говорит, останется только две души, которые верны будут тебе, они пойдут на благовестие. И радуйся теперь. Целых две души, которые будут благовествовать, и я их не знаю, среди вот этой массы, это вот это, которое шатание, да пускай никто не ходит. Все, где эти две? Покажи, Господи. А то сразу на колени. Господи, что же ты со мной делаешь? Как же я буду питаться? У меня же детишки маленькие, матушка хочет машину поменять и квартиру еще другую. Кто будет таскать деньги? Что вы хотите сказать? Какой подобный случай был, когда Илья Тихонович ездил в Америке, в 92-м году. И там пришел в храм, и все женщины, старушки, мало было людей, но они, во-первых, люди с платочков, накрашенные, в шортах, жаркое время было, в шортах, и стошную руководку обучили так все. А он говорит священникам, ты позволь мне поговорить с ними. Сказать, да ты что? И этого может не быть, нельзя строго так сказать. Он говорит, ну почему они у вас в таком одеянии пришли в храм? Они всегда так ходят. Но это не дело. И здесь Игнатию позволит сказать, он сказал, он с такой строгостью сказал все по священному писанию. И священник говорит, ну все, завтра никого не будет. Что ж ты наделал? Что ты так? Он говорит, а зачем вы меня вызывали тогда сюда? Он обличил их всех, священников обличает, ипископов обличает. И на следующий на Литву пришли, на воскресенье, полная церковь народу. Они не только те, которые приходили, они по форме пришли, они с собой еще и других пригласили. И вот как получается. Они любят, они любят эту правду старушки, но они не имеют, они не научны, они не знают. Их надо поддерживать старушек зычностью глаза Господня. Костяк хотя бы был в храме и все остальное. И когда мы, вот меня приглашали, когда мы немножечко сейчас, только мальчика, то же самое. Он каждый день говорил в проповеди, и каждый день вот у строгости им говорил, чтобы вот одеяние внешнее даже вы соблюдаете. Да. И с каждым разом на Литву все больше и больше и больше народу было. Он приходил, он говорит, ну все, храм придется расширять, подстраивать. И стали уже возить, и храм расширять стали. Уже это не вмещало, этих людей на улице стояли. Вот что значит строго, и что значит каждый раз говорить проповедь. И исповедь. А я сама лично была с Лепе, я с таким громаднейшим этот магнитофоном ездила, тоже записывала все это. У меня есть записи. Как на исповедь вышел батюшку, он сам, не то, что он исповедь читал, а сам как бы исповедовался пред Богом. И на взрыве все плакали, стояли люди. Вот так вот, такая была трогательна все это. И он зашел, и в слезах так ушел в алтарь, а другие батюшки выходили и исповедь проводили уже. Так, тайно. А эти, кто на костылях был, на этом, ну без одной ноги, там я видела инвалиды, еще старики подбежали, открывает дверь алтаря. Батюшка, ты че ж ушел? Мы к тебе на исповедь-то идем. А там есть кому исповедь, и все, и ушел. Ушел и не вышел больше. А они здесь с плачем, с таким, вот так. У меня прям и записаны плачем. Ну это единицы. Ну это единицы, да. Ну царство небесное, это вот сейчас ушел в вечность тоже. Вот такие были случаи. Ой, на моем глазах. Нет, просто я плачу. Еще мы будем пример провести. Мы ездили с миссионерской поездкой, с Благоведческой, по городам России. И были в городе Осинники. Я тоже выхожу из храма, начал снимать там вокруг храма, думаю, поснимаю, там шикарный такой храм, все в плитке, вокруг храма тоже все в плитке. Очень, оградка такая, все кованая. Я начал снимать. Смотрю, стоят, с крыльчика спустил, смотрю, стоят две девчонки, ну лет по 13, наверное, по 12. По 13, да. И стоят, рассуждают. А я тут встал, снимаю, смотрю, одна говорит, пойдем в храм, а вторая говорит, нет, мы живем, смотри, как одеты. Они стоят там в шортах. Ну и такие тут на лямочке у них, такие эти футболочки. Вот. И я сразу это услышал, и Господь коснулся, сразу подошел и начал мне тоже свидетельствовать о Христе. Я говорю, правильно, вот ты, говорит, по совести поступаешь, правильно, в храм нельзя в таком виде, платочек нужный, длинное одеяние, или платье, или юбка. И вот так им начал дальше, дальше, о Суде Божьем, о Благовесии, ну как сказать, о Слове Божьем, как надо вообще жить смиренно-мудрее, ну вот это, целомудрее. И вот такое у меня тоже благовесческое было. То есть некоторые люди это понимают, но потом обольщаются одним словом, когда другие говорят, да, это все нормально, и человек уже все идет от проторенной дорожки. Да не люди, а там сами священники. Если бы были люди, а то священники. Священники, они бы, если бы тебя услышали, то они бы не посмотрели на то, что ты правду говоришь, или что, это как в этот отец Вячеслав Масленников, который в Тоболе. Он там еще до сих пор? Нет уже? Ну вот он был в Тоболе, и вот он просто терпеть не мог, если я какую-то бабушку останавливал, когда она разговаривала в хазе. Но я просто поворачивался и так пальцем вот так показывал ей. И любая бабушка, когда я его так пальцем показываю, она вот так и делается. Вот так. Как Христоска будто разговаривает. Они все... И как он... Один раз он вышел, как раз, и я в этот момент показываю, и бабушка... И застыла на полсловия. И он это как увидал, как он возмутился. Это ты кто такой? Вы тут его вообще не слушайте! Это никто тут стоит! И пошел меня поносить. Ну я просто отстоял своего человека. Я же не буду спорить с батюшками. И вот так вот он поносил, поносил, и до самого конца, пока не выгнал меня из храма, пока из Тобольского храма меня своими ручоночками, худенькими, маленькими ручоночками не вытолкал священник. Маленький такой, маленький он. Худенький-худенький. Но когда в гневе он выше сатаны самого поднимается, готов к престолу Божий столкнуть. Отойди отсюда, это не наше здесь! Отца Павла даже вытолкал он. Но так как он был один не превозмог, то он всех бабушек собрал, их человек 30. И один там мужичка он тоже взял для этого дела. Этот мужичек сам потом сказал, не дай, а меня батюшка сюда пригласил, знал для чего! И такой радостный, в очках такой мужик, здоровенный, тоже давай толкать! А батюшка, это отец Павел, я вообще, вообще вас никого не знаю, вы что, я же священник! И стоит он так спокойно, а не вытолкает никак, головой на меня кивает, ну что, а я стою после службы. Ну все, осталось крест, поцеловали, и отпуск! Все, отпуск, и идите с миром Божиим! Он должен сказать же слово, а ему слово говорить, это вот нож острый по горлу. И поэтому он придумал вот такую вот химеру. Мы подходим ко кресту, он крест подает, и так наклоняется, улыбается, я поцелую крест, ну там, руку Господнюю в десницу, все, он такой, не целованием ли Иуда предаешь сына человеческому? Это вот не может и быть. И отец Павел за мной, и отец Павел за мной идет тоже так же, и ему тоже. Иуда, не целованием ли предаешь сына человеческого? А вот это не будет хулой на Духа Святого? Да, может, она уже и есть, я откуда знаю. Мне же Господь не цитирует ничего, поймите. Я только, не знаю, я только через Слово Божие могу понять, похулил этот Вячеслав Масленников или не похулил. Но отца Павла гнали, вот я сколько видел, ни за что. Но другие, хуже него есть, чтобы так гнали. Вот отец Павел, он пострадавший, им за имя Христово однозначно. Он так хотел, чтобы все священники начали троекратно погружать, чтобы отказались от этих взяток, от этих денег, как он сделал. Вот это он в маг сделал, Игнатихныч говорит, да ты что делаешь-то? А как, а мне что, деньги брать? И он прав был. Ну, если бы по моему характеру, я бы все узнал, но я бы рубанул так, что, я не знаю, меня бы, наверное, выгнали где-нибудь, там, у патриарха выгоняли. Потому что у меня бы глаза вот такие вот были, я бы там такое им рассказал бы. Знаний-то у меня побольше, чем у отца Павла еще. Это хорошо, я уж подготовленный, тут меня Игнатихныч подготовил. Сколько я в Токоле подготавливался, потом сюда только приехал, уже уверовал истина. Потом там отец был, Суртаев, отец Владимир, мы там с ним сколько бесед вели до его тюрьмы. Ну, то есть подготовка была сильная. А здесь священника, который такой громогласный, он тогда-то уже обличитель был, отец Павел, и тут вдруг, когда все узнал, да еще, что это симония, он узнал, он же все прочитал. Как деньги брать за крещение? Так я проклятый получаюсь. Ну, конечно. И это его очень потрясло. Ну, а других никого не потрясло. Других потрясло, почему архиерей терпит отца Павла. Вот это потрясло. Но он недолго его терпел. Вот таким шумом выгнал. А отец, вот, я могу так сказать, как он проповедует, как он говорит слово, нужно было учиться другим. Ну, невозможно просто научиться верить. Он был просто верующий, короче говоря, и остался им, я так предполагаю. Ну, а там дальше, что он уже сделал, его заблуждение, это разбор, уже не этого занятия. Но и епископ тоже недолго побыл, тоже убрали его, который его гнал. И священник, который вас гнал, тоже убрали, тоже нету. Там сейчас новый, да? А что, как недолго побыл? Долго довольно такой он был. Чуть ли не 20 лет он там был. Это не очень, я бы не сказал, что недолго. А Максим сейчас, он в депутатах там сидит, показывали, прям в думе, в депутатской сидят они там, патриарх там, и архиерея, и он там соединит. Сидят, слушают, взевают, а патриарх разговаривает, архиерея себе, позевает. Так, 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 что-то там еще нам скажешь, архиерея, это пастрин наш духовный. И думает посяк, как хорошо, что я не патриарх, А то сейчас стоял бы там на капитре, целый час бы разговаривал, что-то там говорил, говорил. И патриарх столько говорил, никаких ни слов, ни о покаянии, ни о чем. Но он же понимает, если он будет что-то говорить от Христова, его сразу гнать начнут. Христов даже, по-моему, ни слова не так. Не, а зачем этот? Кому? Жириновскому? Или кому? Или Путину. У Путина духовник, если ему что говорить, он так все знает. Ну, как бы так все думают, что он все знает. Медведев, друг Путина, и так далее, будем перечислять, там, все друг другу друзья, все стоят со свечками, в храме. А Путин крест накладывает лучше, чем патриарх. Могу сказать, на всю вселенную. Патриарх, вообще, бесы радуются, когда патриарх начинает крестное знамя, там вокруг него хоровод бесов, потому что написано, кто неправильно крест, крест накладывает, крестное знамение, не брежно. Тому бесы радуются, написано. Хороводы водят вокруг, танцуют и пляшут. А у него, у него что-то получается, он даже до суда не наносит, и тут какая-то финтифлюшка, я не знаю, что он тут делает. Я никак не могу уловить, куда он там это, тыкает. Особенно последнюю. Вообще непонятно чем и куда. Терпежа вообще нету никакого патриарха. Сири, ерпископы, священники, все они так крестятся. А эта, женщина тут была где-то, да вы там что-то неправославные что-то. Я говорю, как неправославные? Ну смотрите, снимаю шапку во имя отца и сына, и святого духа. А, неправильно, вы слишком размашисто креститесь. Я говорю, ох, поймали меня. Слишком размашисто. Говорю, а как надо, надо вот тут что-то делать. Показывает, между грудями. Вот тут надо что-то делать. Я говорю, понятно. Вот, говорю, вы и наделали. Крест наломали. Она на меня смотрит вот так. Я говорю, теперь нету с вами Христа. Но я думаю, что не очень сильно погрешил, сказав это. Что-то даже как-то по-стараблячески получилось. Они же все говорят, не ломай крест. Я начал что-то благовестную, и понравилось. Там бабушке одной она пересела в автобусе, но еще гармошки были, помните такие? Еще автобусы. И я вот в этой гармошке стою и беседую, и она ближе как раз подсела. И я начал что-то говорить, а кто-то на старобля... А вот старобляцы те раскольники. Я говорю, да вы что, старобляцы? Они просто два перста складывают. И в общем, вот так вот раз как-то и пальцы сделал, и перекрестился. А, не так, вот так как-то сделал, и так перекрестился. И эта бабушка такую дала, ты пальцы-то не ломай! Пальцы не ломай! Прямо она таким воодушевлением на меня набросилась. Я думал, а ты что-то хорошее скажешь, а ты пальцы заломал. Вот как надо! Вот! Показывает мне двое перстами. После этого мне старобляцы говорят, да нет, мы разошлись не потому, что дела в перстах. А в чем? Вот тебе два перста, вот тебе два перста. Учись! Думак! Думак! Они такие сразу за эти два перста кидаются, готовый загрык спрям. Господи помилуй! И все-таки так надлежит исполнить всякую правду. Мы не знаем, в чем правда будет. Но я думаю, что правда все-таки должна состоять в том, что Антихриста должен крестить на престол возвести все-таки православный патриарх. Ну пускай не московский, но православный. Это унижение должно до конца испиться уже церковью. Вот судя по всему. Потому что ну больше никто сатане не нужен. Только православные. Почему такое вот идет в Греции такая пертурбация? что израильские какая-то... Израиль же... Кто написан израильский? Израиль же примет Христа-то это... Антихриста. То есть Антихриста, Антихриста, да. Антихриста-то израильский престол готовит. В Иерусалиме там он восяг так написано, что в храме-то в Иерусалимском, да, вместо мечети, который будет восстановлен, большой храм. ну а первосвященникам кто будет? Кто знает. А, ну понятно, что православные. Они должны из себя первосвященника тогда выбрать. Вообще у них все очень сложно. Это ДНК, они работают, конечно, все это над этим. Но это же сложно, это надо им как-то рода Аронов выбрать. Это кто-то должен точно выйти из рода Аронова, чтобы у ДНК взять всех, проверить, выбрать из этих миллионов священников, левитов выбрать. Правильно? У них же нет, у них все рода перемешались. А может быть католики будут? А католики с этой нежной. Из колена Данова, значит. Из колена Данова даже написано. Да. То есть как-то они будут знать же это. Как они узнают? То есть значит ДНК вот эта наука генетика очень далеко шагнет? Все-таки мамонта оживят они? Я думаю. Чудеса какие-то были. Сейчас знаете, что мамонта хотят сделать? Нашли тушу прям неповрежденную. Прям с мясом, с волосами совсем. И пытаются ДНК из нее выбрать. Проводят все испытания. Ну как бы уже много времени прошло и ДНК нету. Сережа даже улыбается. Как бы от него собаки взяли ДНК сразу бы все понятно было. Давайте прервем наши 21-22 стихи. Ответ 4-я глава. Оттуда идя далее увидел он других двух братьев Якова Зеледеева и Иоанна брата его в лодке Зеледеем отцом их починивающим сети своей и призвал их и они час оставят лодку и отца своего последовали за ним. Толкование. Питать отца и притом честными трудами великая добродетель. Они были бедны и посему не имея возможности купить новых чинили старые сети. Сам Завидей кажется не уверовал и потому они оставили его. Видишь когда нужно оставлять отца тогда когда он препятствует добродетели и благочестие. Увидев что первые последовали за Христом и они сыны Зеведеева подража им тотчас пошли за ним же. Вот еще один видите был первые апостолы были они первые пошли за Христом то есть никого еще не было за Христом никто не шел но когда за Христом уже идут следующие уже к ним привыкают то есть уже легче то есть эти проповедники становятся уже даже просто они стоят рядом и они уже проповедники а вот эти 70 человек то еще было которые шли за Христом а потом они отошли не хотите ли вы отойти от меня потом нет это после было уже не отходили 70 нет не отходили это до того до того да и потом он сказал когда ученикам ты не хотите ли вы отойти апостол куда нам идти у тебя глагол вечная жизнь нет еще о 70 мы не разговариваем пока нет давайте мы пока будем говорить о тех кто идет за Христом потом поговорим о тех кто не пойдет итак отца итак вот увидев что первые последовали за Христом и они сыны заведеевы подражая им тот час пошли за ним ну то есть можно еще прочитать потому что похоже очень здесь 23 стих и тем более мы про отца прочитали там еще похоже очень и ходил Иисус по всей Галилее уча в синагогах их и проповедуй Евангелие Царствие Евангелие Царствие с большой буквы два слова исцеля исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях толкование блаженный Фефилак говорит нам ходит в синагоги еврейские для того чтобы видели что он не враг закона начинает знамений для того чтобы поверили его учению недуг есть долговременная болезнь а язва непродолжительное расстройство в теле исцеляя всякую болезнь и всякую немощь кто-то спросит а причем причем болезнь немощь вот уже сразу там говорится недуги делятся как недуг недуг это болезнь болезнь это долговременная и язва это непродолжительное расстройство то есть это болезни и немощи ну как что-то я немножко как бы приболел называется ну вот недомогая это вот это есть непродолжительное а болезнь это вот это это недуг недуг как бы недуг в дугу тебя наоборот загибает это вот уже есть болезнь такая и Господь все всех исцелял написано а почему здесь так сказано ну сказал бы что исцелял всех кто в недуге а потому что а потому что этим он показал милосердие свое Господь он не делил кто там как ага так ты что-то через щу сильно болеешь давай иди а у тебя то живот скоро пройдет ладно поболей еще немного нет нет всем кто и немного был болен и много был болен не смотрел а то как у нас сейчас говорят придет ко Христу только тот кто вот болезнях там и так далее да неправда это что такое придет ну и вот Игнатих свой пример рассказывает я вообще пришел на пике своей жизнедеятельности жизнерадостности причем еще тоже вот Надежда Васильевна так же пришла ко Христу не больная ничего учительница в церкви работа была ее любимая она с детьми очень любит возиться тем более учить их да что там говорить Игнатий Тихонович там такие знания языки иностранные впереди там такое все впереди открывалось понятно было ну и еще другие конечно люди есть но есть кто-то приходил через болезни я могу сказать что я через болезни пришел меня Господь закрутил вот брат сидит он вообще мертвец практически был если у меня просто операция он был мертвец брак пришел не по болезням однозначно у него были другие болезни душевные были переживания у него сильно он и у яговистов был даже свидетелей иеговы а сестра сидела дома спокойно любила своего мужа очень любила она мужа своего ухаживала как за ним сильно он уже заболел и вдруг позвонили позвонили в дверь да Игнатий пришел и мне дал в зиму в центре города недалеко от театра молодежи который золотой и она пошла пришла спокойно ну и не знаю в этот момент не болело ничего да да нет не болело все было хорошо жизнь заканчивалась уже все равно поделить верила да почему я верила литературу покупала все время стремилась какие-то молитвы какие-то что-то но я не могла я все время искала стал ходить в храм но я искала чтобы мне узнать Слово Божье а я его нигде не могла через книг я не могла я начала начинать читать я не могу я не понимаю я спать хочу и т т т т т а когда разговариваем то вам хорошо да вы внимательнее да становитесь а теперь слава Богу немножко мы начинаем поменять ну я прям очень рад до такой степени что необычайно думаю хоть бы это никогда не закончилось у вас потому что я то сам очень занятия люблю не то что я на них много говорю я почему и говорю потому что мне нравится занятия но когда вот был Игнатий Тихонович 15 лет я ходил на его занятия кто знает я там спокойно сидел молчал ну когда он мне давал читать я вот читал а потом дальше молчал напитывал да я просто молчал слушал у меня были свои переживания там когда он говорил мне хотелось добавить иногда и добавлял даже еще но как говорится это все с возрастом приходит духовно но почему я и сказал брат говорит кто там говорит Симон и Андрей а я сразу вспомнил что за Христом же пошли Петр и Иоанн пошли за Христом да я и сказал а Андрей и Иоанн пошли Андрей и Иоанн пошли я почему Иоанн и сказал да нет там Иоанн должен быть а потом смотрю что ааа так это же другое совсем что же я начинаю сам Евангелие это писать новое Господь он сначала почему Андрей и Петр пошли так он так и говорит нет не Андрей и Петр а Петр Симон и Андрей почему Симон стал еще ревностничим брату брат ему сказал пойдем там сходим там беси а он сразу пошел вот как и он уже впереди брата своего он уже первый назвал Христом уже Господь когда обращается он обращается не просто так а по слову своему вот тут написано вот как написано он увидел двух братьев Симона называемый Петром и Андрея и призвал то есть он вот так Господь замечал а Иоанн Богослов он потом и они пошли за ним ну вот мы только что прочитали следующие были опять двое причем написано причем написано и Иоанна и Якова Завидеева и Иоанна брата его здесь уже по старшинству ставит он Господь видать Иоанн совсем молоденький был да 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 здесь были два брата и эти тоже и эти два брата так получилось да как важно родство да вот батюшка и кстати странно вот у меня сестра она хоть и не любит меня но маме сказала когда мама сказала говорит ну ты вот ходишь в церковь ты через кого пошла она говорит ну как ни странно говорит через брата своего получилось так что он мне говорит первую Библию дал подарил говорит и рассказывал говорит о Библии то есть вот так получилось что ну я самое важное считаю сделал да пускай там остальное что-то там не нравлюсь но главное что я Библию сестре показал ты был начаток я начаток был и маме и сестре и отец тоже на полном серьезе отец беседует о том что нет там ничего там Бога и так далее это хорошо но на полном серьезе то есть уже не просто там дурачка валяет это уже хорошо а то раньше да я иноприлитянин все иноприлитянин какой-то а сейчас все перестает дурачка валять потому что и мама тоже уже сколько лет все в вере и в церковь ходит по полной программе и он главное у него почерк хороший мама его на этом поймала и такая ну ладно что-то там нечего тебе делать давай-ка напиши 20 объявлений и он пишет объявление что там богослужение в храме державной иконы Божьей Матери состоится такого-то числа такое-то время и он пишет почерком своим все а первый второй двадцатый все пишет а мама потом идет и развешивает по деревне когда будет богослужение ну конечно он пишет ну то есть что-то все равно есть я считаю это тоже неплохо даст Господь возревнует может быть все равно время придет он возревнует а у тебя как в семье что отец читаешь Библию нет нет а мы с ним сколько беседовали с его папкой а кто это сидит это моего хорошего друга сын мы с ним вместе работали с его отцом Владимир и мы с ним прошли очень неудобную такую трудную жизненную как бы линию мы у нас была была работа в девяносто шесть пятом девяносто шестом году зимой даже девяносто шестом зимой как раз были сильнейшие морозы до сорока не вяти градусов там в Тогуле в это в Таиге они доходили и мы там были с ним на вскрыше вскрывали там под золотом у него машина была а я был руководителем с крыши и мы там с ним везде разъезжали там запчасти там все это вообще тяжело было у нас там один бульдозерис чуть не замерз Вася я не знаю он жив нет ли бульдозерис со старого Тогула мы его прям ели и спасло то его что у него сломался бульдозер и он 330 и он его погнал в старый Тогул а там 44 километра и на перевале на самой высокой точке там в горах он остановился и все это было ночью а я ему говорил да не езди ты ночью утром поедешь мы тебя будем сопровождать нет я поеду и вот он поехал и я переживаю там что да как и что-то меня господь как-то сбудоражил воскресенье это было на субботу на ночь он поехал а в воскресенье надо было молиться а холодно так я думаю ехать не ехать потом надо все равно ехать поднимаем договорились поднимаемся часа в 4 утра туда далеко же ехать 40 километров да еще все заснежено это декабрь месяц ой январь месяц и поехали туда и вот оно едем-едем и вдруг гора такая снега перед нами на дороге тормозим все полностью засыпало этот бульдозер его бульдозер заклинило и он замерз там в кабине мы его оттуда вытащили еле-еле давай его раздвигать давай ему там у нас водичка там была водочка в рот залили давай его раздергивать на силу мы его растормошили он уже все уже замерз и вот так мы его растирали растирали толкали толкали потом в машину на силу запихали его вот так вот господь сделал я говорю слушай это если бы церковь не поехали так рано отец Сутаев тогда был церкви священником я говорю ты бы уже замерзший был вот погнал же меня господь в церковь молиться ну сейчас это только вспомнится уже не знаю мной он такой был благодарный мне такую книгу подарил большую этих фотографий новгородской церкви и всякие ну такое бывает в жизни и вот когда я к нему приезжал он был маленький 8 лет ему было мы с ним беседовали у него с сестренкой была постарше а потом он так подрастал а я все заезжал к нему заезжал беседовали там иной раз а потом лет 14 тоже было заехал тоже побеседовали я им оставил там и книги и все и вот визитки оставил и вот он не знаю в каком году он начал заходить как-то на сайт начал к нам на сайт заходить и вот заходил заходил на сайт потом мой адрес спросил приехал ко мне говорит я верующий вот такие были чудеса в жизни слава Господу Господи вот так вот привел страну ну а у меня есть тоже радостная что такое мама сын приезжал вчера он восстанавливается в институт ну это не очень радостно ну и дальше делал флюорографию ну и что со здоровьем у него все нормально ну вот мы сейчас радоваться будем этому я думал ты сейчас скажешь что он верующий скажет на занятие завтра придет нет ну чему порадоваться то ну больной и здоровый потому что радость то что здоровый лучше сказал ему был больной но здоровый он уже был мы знаем чему привело нам бы немножко другому порадоваться ну ладно прости уж все впереди может быть господь я думал видишь ты сейчас скажешь что мама дала разрешение мама поговорили мы с ним они что-то раз так втихушечку куда вы прогуляться куда прогуляться до храма а зачем ну и дети причастильцы ходить ну я ничего не знаю ушли пришли все так это не у них такой сын там рядом такой отец верующий занятия по слову Божьему братья налитые верой сестры такие ревностные ходят где-то что-то там втихушку причем если их прижмешь сказать ой мы недостойные грешные многогрешные смешно даже а только раз чуть-чуть в этой вашей общине там что так глобно Игнатий женщин не любит дыбунов там всем проверяют юбки длину ну слава Богу короче всех вспомнят не все сразу нельзя разговаривать надо руку поднимать ну ладно давайте дальше прочитаем 23 стих и ходил Иисус по всей Галилее это мы прочли 24 и 25 и прошел о нем слух по всей Сирии и приводили к нему всех немощных одержимых различными болезнями и припадками и бесноватых и лунатиков и расслабленных и он исцелял их и следовало за ним множество народа из Галилеи Десятиграде и Иерусалима и Иудеи и Изои Ардана так интересно написано таким слогом как будто он вспоминает а точно и это и то и это еще вопрос почему Христос не спрашивал о вере никого из приведенных ответ давайте сейчас каждый почему не спрашивал каждый подумали почему сейчас ответ слушаем кто-то может заранее хочет сказать так ладно хорошо потому что это само уже было делом веры что их привели издалека лунатиками или месячными называют беснующихся демон желая уверить людей что звезды злотворные выжидает полнолуние и тогда мучит дабы за причину страдания приняли луну и бесславили создание Божие как и заблуждались манихеи и были раньше еретики и так вот какой ответ кто скажет ответ этот потому что это самое уже было делом веры что их привели издалека почему так священники к нам грубо относятся когда мы начинаем говорить рядом с церковью они всегда говорят особенно когда на крещение мы ходили раньше беседовали что вы тут стоите вот вы идите туда где еретики собрания идите где-то где-то бомжи вот там проповедуйте а здесь что вы пришли сюда народ верующий весь собирается это вся наша паства что вы тут паства проповедуете кого проповедуете они и так все без вас знают вы что им хотите сказать о Христе знают они о Христе о Библии вашей они и Библию знают поэтому патриарх так и обращается как вы все братья и сестры хорошо знаете или как вы все отлично знаете или все прекрасно помните никто ничего не помнит никто ничего не знает главное сказать только красивое словцо наша паства посмотришь на эту паству и плакать охота и быстрее барный замок вешать на церковь когда идет эта толпа когда помнишь на спартаке там были когда отец александр там да я ему говорю ваша паства они ничегошенькие вот я с ними беседовал минут 10 пока ты снимал ну да побольше даже немножко успели вообще с Виктором вообще ничего не знает я говорю как же вы еще и гонят нас я говорю я у нас ничегошеньки не знаю ну да ему так кажется что он судя по его ответам он в газеты тоже писал в газеты ответы и там у него такие ответы что ни ответа ни привета кошмар почему они никогда ни златоуста не открывают ни блаженного фефилакта им задают вопрос даже по слову божьему ты не мудрствуй лукаво открой-ка и прочти и центральное выпиши себе и потом приди зачитай они так не могут что-то они же все знают у них же у него же грудь вся в крестах знаний необыкновенных и они начинают от себя тянуть теперь молоть а теперь попробуй докажи теперь все смотрят уже не на то правду я говорю откуда взял а теперь смотрят на то есть у меня реглан такой черный вот красные от ворота или нету грудь у меня в крестах или нет и вот Татьяна Павловна это ее любимая была присказка когда я что-то начинал говорить она Игорь ну ты же всего навсего чтец я говорю понятно серьезно она сегодня мне звонила да что да да она же так звонит ей давно не звонила сегодня звонит ты что-то вот ей надо телефон что-ли твой я говорю ну это я не знаю позвони ему ну ей надо телефон она не узнает Игорь Латиновича нет это мой телефон а мой телефон я говорю ну а я не знаю его телефон тоже а че как кстати мне какой-то мужчина звонил говорит я вышел на вас телезагнать Тихоновича ладно я там вконтакте написал ну в интернете я говорю а че я хочу поделиться с вами вот то че у меня сначала мысль какая что он хочет что-то пожертвовать ну отдать то что мне не то что не нужно а лишнее что-то какое-то слова заинтриговал я говорю что у вас это самое почему Игнатия Тихоновича мой телефон дал или че а он че говорит он говорит а он про царя про царя про царя и я сразу у меня такая сразу мысль что что-то у него не в порядке с духовным состоянием вот в то время говорит кто нас защищал царь а сейчас кто нас защищает я говорю Иисус Христос ну Иисус Христос это так я сразу трубку положил и все потом ВКонтакте почитал что вот я царь ясно что он хочет подарить икону царя что ли что-то такое и он а Игнать Тихонович говорит догмат говорит он плохо знает меня сразу насторожен как-то он дал мой телефон я думаю вряд ли что он мой телефон дал он просто на меня вышел ну то что вышел можно в интернете выйти а и он о нем так называется что он догматы плохо знает и вы заблудились что вы какой-то он ролик посмотрел что мы царя поносим ну ясно нужно рассказать выходит на днях мужчина вчера или позавчера это дело было он с богатола есть такой город мы там были и подходили с сектантом у них там палатка была в центре города и мы подходили и он этот ролик увидел ему все где-то понравилось он даже стал на наш канал видимо заходить видеоролики и где-то он увидел что царя николая сказал что не худышный был царь и вот он за это зацепился он по скайпу на него вышел на Игнать и начал что как вы так можете царей злословить это же типа помазанки боже а мы всего лишь холопы мы должны слушаться и так далее и ваши тоже ученики злословия царя царей говорит там и так далее где кто заслой я так не понял откуда он взял эту информацию от меня царю батюшки досталось по полной программе в грамон или где переворачивается сильно Игнать немножко ему объяснил тот начал 1600 год вспоминать вроде давали клятву обещания служить царю дома романовых и так далее Игнать Никому ничего не обещал и это клятва вообще запрещено согласно слову Божьем вот так немножко и потом отошел махнул на Игнать широкой ушел ему теперь надо сторонников набрать Ну понятно Ну что можно сказать по царю батюшку только одно скажу Вот он объединился там с Англией с Францией против Германии а в Германии там кайзер был Вильгельм он его двоюродный дядя Николая Второго Ну это все равно как бы сейчас бы я поехал ну дядька у меня помер ну ладно приехал бы когда он еще не помер ну и начал бы там его бить в доме того его ну пускай они в доме встретились бы где-нибудь тут на границе начали бы тут хлещиться что хорошего сделал а он не просто с дядей поссорился и страну вверг великий хаос четырехлетней войны больше четырех лет воевали и плавно перетекло в гражданскую войну еще на четыре года людей за сандалем оружие расплодилось хоть сколько клеймо его императорского завода величества оружейных оно гуляло до Второй мировой войны еще до Второй мировой войны хватило что там говорить то и что теперь мы скажем он великий царь государь который упас в Россию он сделал все для того чтобы Россия мягко развалилась а она не мягко развалилась а громко еще главное этот вот Распутин все его потрошат а Распутин был единственный человек который говорил царь отец он его назвал папа папа не начинай войну папа не надо папа погибнешь ты и я с вами погибнуто и семейство погибнет и наследник погибнет он потому что очень любил наследника и он всегда ему это говорил и он не зря ни на что уж там императрица сколько плакала ее там ааа она немка она там продалась пух и дураки она больше всех была против войны и вот я сейчас перед вами смотрел спас и там в прямом эфире украинский вопрос и сидит там военный какой-то там политолог ну и ведущий и вот они давай что-то как-то ни о Христе ни о любви к врагам ни одной цитаты из Библии все планы как вот что но единственное что говорят да что Америка у нее план мирового господства и Россия должна ей помешать но но коли суждено написано что и победят их святых хоть ты замешайся будет оно мировое господство но потом придет Христос Христос не может прийти если не придет прежде но это не значит конечно что нужно мешать не нужно этому мировому господству мешать но у них какие планы чтобы остановить эту кровавую бойню конечно Путин за это и предлагает им отвести эти войска потому что убивать друг друга это понятно дело санинское и что сейчас вот эти передвижные крематории знаете на Украине его наш ведущий сидит он в оцепенении и конечно меня вот это просто задавило что людей сжигают и они говорят что нужно остановить эту бойню когда на Украине пророссийский президент когда будет тогда все остановится пророссийский это значит потому что Америка с Россией воюет и Украина и Новороссия встава все вот эти политические вот эти вот вот нам нужно к этому относиться только с точки зрения священного писания вот как священное писание сказало как говорит священное писание вот мы только что прочитали Лука 9 глава оставь мертвым погребать их мертвецов нам нужно только молиться теперь только молиться чтобы Господь как можно больше до этого своего меча огненного который он пошлет кровавого чтобы как можно больше людей пришло в истинную церковь Христову до этого времени больше мы ни о чем не можем просить я даже не могу Господа просить Господи не руби ты Россию чтобы здоровая она была и всегда такая же как есть я что сам себе враг что ли она никакая она должна быть покаянна а если покаяться то ну почему на Донецк меч налетел Божий а на Россию на Барнаул или на Воронеж ничего не должно упасть почему мы задали вопрос чем мы лучше так ну мы можем сказать что мы тут проповедуем там ладно и так далее в Донецке тоже может кто-то проповедовал ну значит не проповедовали или не так проповедовали я могу только Силаамскую башню вспомни Господь что же сказал да ну и про это Господь как раз и сказал что все так же если не покаетесь то есть должно быть покаяние причем плоды покаяния должны быть показаны а плодов покаяния если нету ну и все теперь дальше проклятую держит меч Господень от крови и когда ты сказал что у меня радость там сын и так далее я сразу вспомнил как Андрей Смирнягин приехал здесь был такой и говорит Игнать Ильич у меня такая радость и такой прям к нему бросается и прям так обнять вас охотно что такое ко мне жена вернулась давайте братья помолимся жена вернулась а он откуда вернулась ну как она же от меня уходила к кому уходила ну там к мужику к какому не знаю к какому к мужику от тебя ушла да и вернулась Игнать Ильич открывает место в описании там написано если прелюбодейная жена возвращается к мужу своему не развратилась ли земля вопрос ты принял ее да но Господь говорит но тем не менее ты не владеешь а я принял вас да то есть Господь принимает Игнать Ильич говорит ну что мы можем сказать я не могу такую радость иметь как ты вот если бы ты не принял ее а тогда бы ты по слову Божьему поступил а так как ты принял ты поступил ну совершенно противоположно я могу сказать и Андрей такой скуксился и такой до сих пор так и ушел в обиде в какой-то в непонятке и все и нету и нету Андрея уже давно мы его не видим и не слышим так что брат ты сильно это не раскрылакивайся да я не говорю там радость какая просто я твоего мальчика видал какой он был в том состоянии в котором ты его не видел как он девок лапал я тебе сразу позвонил это меня сердце аж заколотилось думаю брат там за него переживает а это такое замухлышка растет думаю ох и поддаст он отцу своему благовестнику сразу позвонил рассказал ему все вон а мама тут за него бедный там бедный внучек там бедный мальчик там такой он же еще ребенок совсем а тот девок стоит поборол всех защупал здоровенный такой видно что он там хозяин положения вырос вырос не в пример папки еще мордоворот такой здоровенный такой вот ему никакое не нужно здоровье никакого ему кровь пускать надо наоборот да чтобы посушее был с таким здоровьем как у него но он как я почти чуть поменьше только ростом да догнал я думаю конечно тем более что он не занимается я там занимался спортом но у меня там на основе какой-то у него просто растелешенность поэтому ну что мы пришли к временному концу наших занятий прочитали мы почти до конца остается остается пятая глава пятая глава начало с первого стиха благословим разуме приспоем 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 давайте размялись садитесь дальше давайте никого не трогать когда мы со христом в свете слова идем что за славу он даст нам найти повинуясь во всем все пребудем и в нем кто послушно с ним хочет идти слушай вернет другого пути спасти им Иисусе Христе если тень не спадет или туча взойдет он с улыбкой поможет пройти не прибудет ни страх ни слеза ночах нужно лишь послушание идти слушай вернет другого пути спасенье спасенье в Иисусе Христе если время несет и страдает в борьбе воздая и немедлит притиль колют рады нам жаль встретим горе спечать благодать мы в них можем найти слушай верь не другого пути спасенье в Иисусе Христе что всю радость познать нужно все нам отдать и себя на тварь принести блаженство дарит только те кто спешит верным быть и послушно идти слушай вернее другого пути спасенье в Иисусе Христе и в общении с Христом к Нему в ноги пойдем и в союзе с Ним будем идти куда скажет пойдем что допустит снесем не страшись но послушно иди слушай вернее другого пути спасенье в Иисусе Христе без прошу и божа дарим господи Иисусе христе сили боже нас благодарим тебя что и сей день сподобил нас собраться в этом месте прикоснуться к божественным словам твоим дай все услышанное здесь принять с верой дай нам памяти все это запомнить дай дерзновения понести рассказать это другим людям пошли на нашем пути людей жаждущих слышать слово Твое жаждущих спасения и наследовать жизнь вечную чтобы через наши уста они познали Тебя, как мы когда-то познали Тебя через уста проповедника хвала Тебе Отец и Святой Дух Аминь послушайте пожалуйста меня сейчас объявление брат, что довезешь меня до этого?